Добро пожаловать на канал ДМ Скала. Магия природы и камни. Сегодня я хотел бы вам представить очередное пополнение в недрах нашей мастерской, а именно так называемая вибромашинка, зачистная машина для ювелирных изделий. В принципе, ее название, конечно, в оригинале совсем звучит иначе, но тем не менее мы ее называем по-всякому. Голтовка, вибромашинка, вибростол, по-всякому. Виброчаша даже ее у нас называют. Но тем не менее, вот она самая, мы ее сделали. Она довольно-таки широко используется в ювелирных мастерских. Каждый ювелир знает, что это и для чего она и как это используется. Но мы вот буквально решили собрать ее из того, что было под рукой. А именно. Начнем, наверное, с самого такого элементарного чаша. Это чаша от... Кто, кстати, занимается или занимался фотографией. Ну, в 80-е годы этой чашей проявляли пленку. Здесь вот еще был шланг. Отверстие мы загерметизировали. То есть, смысл в чем? Все ее выпуклые части как на дне, так и внутри, так и с боков были вырезаны для того, чтобы она ровно прилегала к основе. Основа сделана из фанеры. Крашеная фанера. Вот краска еще высыхает, только вчера покрасили. Основа сделана из фанеры. Внутри находится двигатель от стиральной машинки. К начинке мы потом вернемся. Что касается нутра чаши. Вот, допустим, у нас сейчас идет изделие. Живые ромашки, покрытые медью. Вот их тут в данный момент три штуки. Таким образом мы их очищаем от подгара. В общем-то, эта машинка была сделана именно для того, чтобы после процесса гальванического меднения очищать изделие от подгара. Потому что на очистку кроссовкой, даже на машинке, несмотря, я уже молчу про ручную зачистку, даже на машинке, оно все равно занимает время. И довольно-таки длительный процесс этот. И нудный, опять же. Особенно, когда изделие имеет вот такие вот детали, элементы, выпухлые и так далее. Это очень нудный и долгий процесс. И мало кто из сотрудников хочет таким заниматься. В принципе, конечно, да, можно было бы такую машинку купить или одолжить у коллег-ювелиров. Но минус таких машинок один, которые, в принципе, могут позволить ювелир себе мастерскую. Сама чаша, она маловместима. Она не вместит изделие, допустим, 10 сантиметров длиной. И поэтому было решено сделать ее своими руками. Вот эту машинку и так далее. Как повторюсь, уже все, что здесь используется, это все собрано буквально из подручных материалов. Двигатель какой-то стиральной машинки. Вот ее выключатель до сих пор родной. Это вроде или АК машинка была, или что-то из этого. Сейчас заглянем вовнутрь. Вот мы ее выключили. Вот он останавливается. Посмотрим, что у нас под чашей. Под чашей у нас находится, как я говорил, сам двигатель. Со шкивом, естественно. А на шкив уже установлена вот такая вот планшайба. Планшайба из склеенного бамбука. Она устанавливалась сначала на шкив, а потом уже в процессе стамеской выравнивалась в ходе вращения двигателя. Вот эти магниты, это, в общем-то, из цикла, я имею в виду про малые магниты, что скупой платит дважды. Сначала не было желания платить немалые деньги за вот эти магниты. Использовали вот эти с Алиэкспресса маленькие. Они расположены асимметрично. То есть плюс, 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 минус, 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 минус и так далее. То есть для того, чтобы иглы внутри чаши имели не только вращение вслед за магнитом, но и некое кручение, скажем так. Но, как показала практика, таких магнитов недостаточно. Они работают, но совсем в малой чаше. Ещё меньше, чем в оригинальном станке, в ювелирном. Поэтому были куплены по 350 рублей вот эти вот магниты. Четыре штуки. Сначала было куплено два для проверки, подойдут ли они вообще. Установлен он был плюс, минус и в принципе подошло, работало. Но с мелкими изделиями. Крупными не срабатывало. Докупили ещё два магнита и установили таким образом. Плюс, плюс, минус, минус. В принципе вращение игл достаточно для того, чтобы очищать любые изделия от подгара, повторюсь. То есть, мы не полируем и так далее. Мы просто снимаем вот этот вот подгар. Это матовое такое. Налёт на меди. Когда, допустим, передержали. Ну, в принципе, он для всех электролитов меднения свойственен, этот так называемый подгар. Вот мы эту машинку сделали для того, чтобы его снимать. Далее, что касается двигателя. Мощность точно не скажу, но оборотов стандартно 2700. Никаких регуляторов пока делать не стали. Таймер есть, но тоже пока не стали устанавливать, потому что просто-напросто интересно было, как она себя проявит в деле. В деле она себя пока проявляет положительно. Вот, в общем-то, это касательно начинки. Выключатель тоже, думаю, заменим на более современный, потому что это всё очень громоздко. И ни к чему здесь совершенно. Заменим попроще на какой-нибудь. Корпус сделан из фанеры 5-миллиметровой. Опять же, то, что было под руками, из неё и сделали. Для того, чтобы чаша не соскакивала с места, были установлены, просверлены отверстия, установлены вот такие вот клёпки. Ну, это двоечка, стандартная клёпка для заклёпочника. Вот, дальше. С самой чаши. С самой чаши всё было спилено и срезано, как я уже говорил. То есть, все вот эти выпуклости, которые там были, рёбра и так далее, они все были спилены. Чаша устанавливается таким вот образом, как бы между вот этими вот скобами. Для того, чтобы она не вибрировала, не слетала, потому что всё равно у двигателя вибрация присутствует в любом случае, поскольку сама планшайба с магнитами неравномерно установлена. Дальше. Сам корпус стоит на вот такой вот утеплительной вкладке. Это кусок утеплителя. Ну, честно, потом его подрежем, подровняем и так далее. Дальше. Знаю, что здесь, в середине чаши, положено устанавливать воронку. Воронка такая есть. Вот такая вот пробочка. И, соответственно, крышка вдевается прямо в неё. Плюс ещё в том, что крышка, благодаря вот этой пробке и вот этим всем габаритам, в воле случая совпавшим, она как бы прикручивается, скажем, намертво. То есть, не вибрировать, не звенеть она не будет. Ну, это двумя руками лучше делать. Но, тем не менее, она фиксируется. Вот так вот с одной стороны зафиксировать, включить. То есть, вот такой вот аппаратик получается. Ну, в деле, если посмотреть с воронкой, то, естественно, сам процесс идёт уже более равномерно, более лучше. Но, повторюсь, воронка в данном случае актуальна, когда здесь небольшие изделия. Когда здесь будет лежать, допустим, 10-сантиметровая бабочка, скажем, покрытая медью, то это уже другой вопрос. Воронку придётся убирать. Можно посмотреть, как с ней, в общем-то, процесс начинает происходить. Ну, в ней, сразу скажу, есть необходимость, когда, допустим, немного украшений, она ещё актуальна. Когда много украшений, в данном случае, она только мешает. Ну, и то есть, если вот посмотреть, вот видно, уже медь начинает приобретать блеск. Вот, фактически, весь подгар стёрся, и мы имеем чистую, красивую, блестящую медь. Как говорится, 5-10 минут вот в этой вот машинке заменяет и время, и силу, и так далее. На шлифование кроссовкой. То есть, если без воронки это рассматривать, вращение идёт довольно-таки быстро, даже, я бы сказал, быстрее гораздо в данном случае. И процесс не заставляет себя долго ждать. Ну, то есть, в принципе, вот результат уже устраивает, формально говоря. Значит, в планах, в планах на этот станок. Ну, естественно, всё довести до ума, поставить полноценный выключатель. Докупить ещё игл, которые там используются. Вот, стандартные вот эти вот иглы продаются в ювелирном магазине. И, в общем-то, работать, работать, ещё раз работать. Всем добра! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!